Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И мы продолжаем рассказ о самых современных исследованиях, которые посвящены тем или иным препаратам. Прежде всего, мы рассказываем о препаратах, которые самые новые, которые появились в нашей стране недавно. Потому что мы считаем, что очень важно сформировать у наших слушателей, у врачей, и у больных тоже, конечно, очень важно сформировать объективное представление о тех препаратах, которые они принимают. И сегодня наш рассказ о том, что брентеликс может повышать смертность от рака и других болезней, в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний. Почему мы, собственно говоря, смогли сделать такой вывод? Попалась в наше поле зрения, попала статья очень интересная, в очень интересном исследовании, которое проводилось на больных. Это не на крысах, это на больных с большой депрессией. У нас есть такой аналог, это рекуррентное депрессивное расстройство, депрессивный эпизод. Так вот, что говорилось в этом исследовании? Существует так называемый инсулиноподобный фактор роста, или ЭФР, ЭФР-1, несколько типов, ЭФР-1, ЭФР-2. Так вот, этот фактор роста, он синтезируется в печени. Структуру этого фактора роста вы видите под фотографией. Он очень важен для организма, потому что инсулиноподобный фактор роста является посредником в действии гормона роста. Без него гормон роста не может осуществлять эффективно свою деятельность. Он оказывает влияние на развитие самых разных тканей, но в первую очередь, конечно, костной ткани. Самое интересное, что он играет ключевую роль в регенерации тканей, то есть, в восстановлении тканей. Он играет очень важную роль и в головном мозге. Поэтому при различных заболеваниях концентрация инсулиноподобного фактора роста, или ЭФР, в головном мозге нарушается. Так вот, в этом исследовании изучалось, как Брентеликс действовал на синтез инсулиноподобного фактора роста печени у больных с большой депрессией, или с рекурентным депрессивным расстройством. И оказалось, что этот препарат способен снижать синтез этого вещества в печени. Вся беда в том, что это очень и очень важное вещество. И сейчас изучение концентрации этого вещества у человека – это одно из важных направлений современной эндокринологии. И вот стараются понять, повышение или понижение концентрации ведет к увеличению или снижению продолжительности жизни, увеличению или снижению риска смерти, заболеваемости различными болезнями, включая рак, онкологию или сердечно-сосудистые заболевания. Вот здесь очень и очень крупный метаанализ, куда вошло порядка 15 тысяч больных со всего мира. Каковы же результаты этого метаанализа? Оказалось, что вероятность смерти от разных причин повышается как у людей, у которых концентрация ИФР1, то есть инсулиноподобного фактора роста, высокая выше, чем в норме, так и у тех, у которых концентрация инсулиноподобного фактора роста низкая. Причем обратите, пожалуйста, внимание, у тех людей, у которых концентрация этого важного фактора, важного гормона была низкая, у них риск смертности, общий имеется в виду от разных причин, в два раза выше. То есть понятно, что хорошо иметь норму, но если у вас снижена или высокая концентрация ИФР, то лучше иметь высокую концентрацию ИФР, чем сниженную, потому что тогда риск смертности от разных причин будет в два раза выше, еще раз говорю, при снижении инсулиноподобного фактора роста. В этом же метаанализе было установлено точно те же самые закономерности для вероятности смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. То есть если концентрация этого очень важного вещества снижена, то риск смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний высокий. Таким образом, если мы вернемся к исследованию, где изучали воздействие брентелекса на организм, и в частности выяснилось, что этот препарат способен угнетать синтез инсулиноподобного фактора роста в печени, Таким образом, препарат брентелекс, по крайней мере, потенциально может способствовать повышению риска смертности общей, а также риска смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому до углубленных исследований, не знаю, будут ли проводиться эти углубленные исследования, мы по крайней мере рекомендуем осторожность тем больным, которые длительно принимают брентелекс, и если особенно эти больные страдают от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. В этой ситуации я бы обсудил вот эту информацию с вашим лечащим врачом, нельзя ли этот препарат заменить на какой-либо другой. Спасибо вам за внимание.